подожди минутку еще здесь нет у меня сейчас я здесь подожди маленько перекрещу чтобы видно было то есть это у меня не ладно сейчас должно быть маленькая подождите и у меня не ладно счет так видно вам да 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 мир вам игнатий тихонович называйтесь кто вы откуда роман из барнаула да 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 я вас видел мы как-то в трамвае общались вы может быть не помните наверное много с кем так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет не против так я вас слушаю у меня такой вопрос почему вот в деяниях святых апостолов написано господь иисус христос сказал идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа так а среди апостолов возник спор допускать язычников до крещения или нет по корнилию послал ангел петра и вот он как-то начал говорить что вот нам нельзя почитал это почитается за сквернение а господь же послал во все народы крестить и учить разве не было там апостола петра разве не было там всех апостолов когда он возносился говорил это или там когда они из дома вышли перед вознесением когда это было когда он сказал идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа вот такой вопрос у меня вот почему-то вот я не пойму вот этого вот противоречия да вот я и хочу вот для у меня возникло противоречие я хочу вот чтобы кому-то я-то верю но не чтобы кто попросит вот ответить например ну и у самого мне самому интересно вот я сам не понимаю этого как это получилось но вы вопрос задали теперь сюда перебивайте внимательно слушайте господь сотворил людей адам и его дальше мы знаем историю согрешение проходит тысячу шестьсот пятьдесят шесть лет и люди превратились в грязь земля рослила земля не рослила земля была и остается и чернозем там песок землей назван человек и господь сказал пренебрегают господа потоплю этот мир и мы читаем об этом дальше навел поток это от адама до потока тысячу шестьсот пятьдесят шесть лет это не такой уж большой срок для всего человечества как можно было так потерять ведение о боге что бог решил уничтожить свое создание бог имя которому любовь погибли звери погибли птицы погибли дети кроме восьми человек вошедших но когда адам согрешил он не думал о последствиях а кажется ничего особенного не сделал какой-то его плод собой зерва познания добра и зла что уменьшилась плодов меньше нет мы не понимаем всей трагедии умерла после этого смерть вошла более ста миллиардов человек уже плод сорвать и сто миллиардов вот сейчас в египте взорвали там 150 250 погибло в мечети в шаром взорвали это они мусульмане то другое а мы уже молимся в утеши родных и близких господи и они бога то не знают как следует и теперь то есть мы все даже это иметь для себя теперь после потопа проходит семьсот двадцать один год это я цифры вам данные говорю такие люди настолько развратились опять давайте построим башню высотой до неба это вызов богу бог говорит плодитесь размножайтесь населяйте землю а это все потеряются ну гляну там останки на башне туда и вернулись но не было еще чтобы тебя автонавигатор то был с собой и мы видим как быстро человек все теряет в мире сотворено на сегодняшний день может быть даже чуть больше где-то 2896 нации нации на речи и вот это все привилонской башни дальше разделились разделились и теперь бог чтобы вернуть людей делает избрание одного из тысяч 2896 нации он избирает одного авраама избрание и дальше мы уже считаем там 11 глава и говорит благословляющий тебя будет благословлен проклинающий тебя будет проклят проклят а все будет разваливаться тебя враги будут болезней рак гристи будет вот бог его избрал это от него происходит дальше мы видим рождается исаак от исаака якоб и 12 сыновей и одно колено иудина пока сыновьям колено от этого колена рождается спаситель наш христос вот эта грань и от этого идет сейчас идет 2017 год а в действительности 2021 4 года ошибка вкралась при дионисии монахе малом когда он рассчитывал пасхалию и вот теперь господь говорит этим людям которых пеленок учили что вы бога избранные не сообщайте с язычниками это второзаконие говорит книга моисеева пятикнижие их день и ночь этому учили вот у нас ребенок учится мы стараемся наблюдать а к чему у него тяга ну и туда его в школу музыкальные или иностранные языки или математические наклонности еврейский ребенок по сегодняшний день он не такой как мы наши дети бегают прыгают он где-то и другой школе учится ему с детства говорят тебе владеть миром сынок миром миром запомните это все цари мира принесут вам дары это второзаконие прямо об этом говорится в рост нельзя давать брату язычнику можно давать задавилась скотина в ней кровь не вытекла ему нельзя это не кошерная пища язычнику можно продать это прямо там законе говорит и вот на такую почву теперь надо было бросить новое семя и когда господь сказал идите по всему миру они ничего не понимали он говорил воскресение они не понимали и когда он воскресший явился и упрекал их за неверие они в него верили но не верили что воскреснет и вот вместе с тем идут когда его мозг уже столько три дня и вот он был пророк они за порог его считали но теперь надо было переломить обстановку и когда это случилось вторая глава деяния апостолов сошел дух святой из разного народа были и теперь уверовали дух святой сошел этого не было никогда чтобы так массово обратились вот теперь господь показал из всякого народа приятельному творящий волю божию и нет различия павел пишет между еленом между иудеем все согрешили все лишены славу божию но это открытие вот здесь было только для евреев 10 главе бог открывает вторую половинку двери так образно сказать когда в доме корнилия и он посылает и петр пошел к язычнику идти а перед этим видение было разные птицы животные закали ешь ничто не вне чисто не входило уста это для нас может все есть сейчас и свинину а написано всякое творение божье хорошо а тогда не так 11 глава книга левит говорит чистая нечистая щешуя там перечисляет все это дело и как я буду есть а это означало люди пришли разные и теперь закали означает чтобы с прежним расстались а при родились в новое ему надо идти к корнилию и он пошел 6 человек взял это свидетели этим он будет защищаться потом и когда он говорил дух святой зашел сошел на них и когда его стали упрекать как я мог препятствовать и так же получили духа святого даже петр первоверховный и он оправдывается и об этом мы считаем послание галатам апостола павла а почему оправдался потому что ты горит он ел с язычниками а когда свои пришли он стал таиться от них то есть они старовер это старобрядцы настоящие были иудеи вот отсюда теперь это не свод но теперь дверь вторая полынка открылась и для язычников во христе нет иудеи елена а когда господь говорил это вперед план какой нам идите ко всем народам вот наша миссия мы проехали от владивостока до лиссабона у меня 38 книг я везде дарил 600 городов после скандинавии прибалтику турцию мы прошли все это мы за 4 года успели север прошли вот теперь ко всем народам это я вам отвечаю почему там было сказано там было с предведением как будет развиваться мировая история а теперь поэтапно все показать вот вам ответ то есть матфей потом вспомнил евангелист получается ну да он слышал они не знали этого как они знали что христос вот крестец он слышал крестите все народы все народы идите научите крестите они не понимали все народа они понимали то но они не спрашивали даже как понимали то понимали к евреям и первое время когда мы считаем там третья глава они горят пошли проповедовали всем кроме если иудеям только иудеям и они за это так и держались и некоторые сегодня так и держатся вы почитайте шульха на рух она выпущена в москве кто мы гои скоты протокола сионских мадрецов это не подделка царской охранки это действительно так что евреи все захвачено средства массовой информации судебное и прочее кто а решить можно окончательно еврейский вопрос гитлер пытался гиммлер помогал ему 6 миллионов холокост мы не будет ссылаться на литературу может больше меньше но дело-то в том что решительные гитлера никто не делал младенец в люльке все вырезал подряд а такие как арнстель мы поднимали на него руку восстание и почти до самого конца еще все в лагерях были то есть это более опасный гитлер мировое владычество 3-й рейх а мировому владычество только евреи претендовали теперь сталин их давит не стали на не гитлера нет среда евреи какую силу набрали вообразить невозможно во всем мире все эти войны сейчас это там на юге это все везде запланированные с украиной где-то это из одного мешка все идет почему подготавливает престол антихрист вот они щепизация идет и ннн это все их они руководят где-то за что они не понимали понимали вот мессианские люди они принимают христа но не как бога а он второй леса троицы это сложнее намного это внутренний мир а что сам есть мессианские есть мессианские которые принимают 3 конечно конечно но они для нас как сектанты у нас была еврейка одна здесь и она веру и не пела никео цареградский символ бога истина от бога истины она никак мы с ней разговаривали когда здесь я говорю фаина соломоновна вот вы не признаете христа за бога то она у нас вообще она не была членом общины но была здесь приходила посещала а вы бы христа приняли когда бы он пришел принял бы конечно и вот вообразите не сегодня экстраполируем на это время вот там там тогда симон принял его его сказал кого обидел там четверо там воздам ну и проще такое то вы сделали это но признать его за бога тогда я говорю нет насчет тогда нас осуждаете я его признал бы как мессию но что бог творец необъятного мира миллиарды галактик это он сотворил теперь за моим столом тогда я не принял бы но сегодня я уже другой эпохи живу я знаю что он умер как имеющий плод человеческую почему послание к евреям 2.14 павел говорит так и как дети причастны плоти и крови мы то и он воспринял он и через деву марии дабы смертью своей лишить силы имеющие державу смерти то есть дьявола вот теперь все стало на место я в другой эпохи а тогда я прямо говорю я принял бы как его как мессию как пророк как накормил напоил изменил жизнь но за бога не признал бы а вот тоже скажите непонятно вот тоже вот говорят что вот как так вот сын не знает когда второе пришествие только один отец а сын не знает там говорят что отец более меня сын не знает значит боюсь он да я вам отвечаю это устроили мусульмане вот они в толпе своего ставят где-то и тот говорит а я вот познакомился или девушка там одна стоит вот она католичка и меня зовут и мусульманка нету то все договорен они обе когда обе они мусульманки я знаю эту игру я попадал в этом и вот можете она спастись а выступает там какой-то мусульманин за кафедры в толпах на площади ну конечно если она исполняет заповеди божьи она исполняет что написано в евангелии так верит как надо и а дальше все знает бог да все знает а христос бог она католичка да бог или там парень какой-то стоит а как же он не знает то есть просто надо было ответить он богочеловек эти слова он сказал когда воплотился как человек он не знает а как бог он знает а мусульмане ты вот от марьям родился иса и он не умирал то есть они в полном заблуждении он не умирал переделывают все они даже не ретики них то два миллиарда идут неизвестно куда он бог он творец а теперь пророчество о христе они к мухаммаду относят я с мусульманами знаю вы видели можете там в доме мулы ночуем я там проповедовал в мещете заходим молимся эти талантливые люди где я взял 623 криминам возьмись за грех смерти а дар божий во христе иисусе жизнь вечная вот с ними надо знать как разговаривать у меня табу я никогда не произношу слова аллах то есть когда беседую с ними мухаммад и коран три слова табу все а почему господь сказал идите проповедите евангелие не послал опровергать какие-то другие веды там майн камп или что-то когда я говорю то в этом как раз и опровержение нет другого имени под небом данного человеком которым надлежало бы нам спастись деяние 412 336 евангелия ты она верующий сына божия божия имеет жизнь вечную не верующий не увидеть жизни но гнев божий пребывает на нем вот когда мы знаем что он богочеловек то что вы сказали стихи теперь все на месте если мы признаем его за богом и бог явился во плоти написано вначале было слово слово было у бога у бога бога и слова было бог у бога бог но как свидетели называют и вовы они свидетели его свидетели сторожевой башни я с ними знаком и они лгут то есть они никакие не христиане даже не еретики они просто как сатанисты самое настоящее все перевернутое с ними беседовать невозможно они ничего не слышат не хотят знать и но иногда обращаются так что жить а вот православные обращаются в молитвах деве марии к святым к архангелам к ангелам этим же они приписывают им везде сущность правильно ведь один всевышний обладает везде везде сущностью всеслышанием всевидением а когда обращаются вот представляете миллионы миллионов молятся деве марии и что она всех там слышит всех поименно запоминает или что ей что ей дано так всевидящий быть но это же это же вот апостол павел ревновал чтобы народ еврей еврейский чтобы возревновал увидев это а вот когда у нас у когда евреи услышат что и деву марию святая святых вводили там и то что молитвы совершаются разным святым вот канонизируют написано не судите никого прежде времени никак пока господь не рассудит а там вот столько столько разных так называемых вот святых и так далее новом завете же святыми называются люди которые посвящены которые отделены написано приветствуйте служение святым приветствуйте святых там и и так далее которые посвящены что вы вот об этом скажете что везде везде сущность например может быть вы смотрели такой такой ролик почему я не могу быть православным Я смотрел, я считал. Так, теперь я вам вопрос задам. Вы как нас нашли, вышли? Ой, да, давно я про вас знаю. Как вы вышли на наши ресурсы-то? Ну, я пришел к другу и думаю, он по скайпу, у меня нет скайпа. Вот, он по скайпу набирал. Я говорю, набери-ка, Игнатий Лапкин, может быть, сейчас как раз выйду на скайп. И вот, слава богу, возрадовался, вас увидел. Мир вам. Я говорю, товарищ там ваша рука показывает. Так, а наши ресурсы, вы знаете, что у нас сайт, форум есть? Да, да, я знаю. А на ютубе бываете на нашем ютубе? Да, 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 я знаю канал. У нас там 8700 роликов. Это очень много. Нас отнесли теперь в систему средства массовой информации. Вот вы спрашиваете. Так вот, там у меня все отвечено. Зайдите на сайт, я там отвечаю, 4124 вопроса-ответа. И 55 папок по тематике. Там найдете. Меня упрекают. Вы одной тоже говорите. Я не одной тоже говорю, но вы пришли, я вам отвечаю. Я просто отсылаю вас. Я вам ответил уже на три вопроса. Остальное можете там найти. Но, коротко сказать, всеведение Бог дает. Откуда известно это? Откровение, 6 глава, 9 стих. Душу убиенных поджертвенников, они выпьют, доколе, владыка, святые истины, не мстишь за кровь нашу, живущую на земле. То есть они знают, что неотомщенные, палащи живут, получают пенсию, кто расстреливал. Ну, все эти расстрельщики, они живые. Они знают. Бог силен делать это. А если, там же имена не написаны, простите, перебью вас, там же имена не написаны, а вот когда канонизируют, например, каких-то святых, не судите никого раньше времени, пока Господь не насудит. Вот, например, его канонизировали, а он пред Богом не в раю. Мало ли, вот так вот. Согласен на 100%. Я об этом ищу все время. Я о том говорю, ведение дается или нет. Вот когда Гиези, это прислушник был у него, как послушник у пророка Елисея, и Нейман исцелился, и он побежал за ним, и обманул его, и говорит, он сказал, дай, что ты можешь там, одежду. И он вернулся, закопал, и как будто ничего нет, а проказа сошла своей начальник этот. И он говорит, Гиези, а где ты был? Ну, вроде он на улице был, он говорит, да разве я с тобой не был. Он сидел в комнате, у него телевидение, он его увидел, как он приходил, одежду убрал, закапывал. И так вот проказа его, да будет на тебе, и он покрылся проказой. То есть это Бог дает. Вот у меня интересно было, на меня клевещут иногда, и вот московский комсомолец на Алтае написал статью. 47, не правда, в одной статье. Ну, вот видите, 47, но она не на всю страницу была даже. Правда и вымыслы там, что-то, а Потеряевки где-то. Ну, я их всех нашел, Федяев писал, Курдюмов рисунки нарисовал. Стоит черт с нагайкой. С этими, с наручниками. И там хвост рога у него, а вверху община Игнатия Лапкина. То есть они беспределы. Ну, я подал в суд, и их вытащили. Они по всем статьям, конечно, бежали из Барнаула. Федяев даже неизвестно куда делся. А Курдюмов мне дали статью. Нет, она увязана с текстом. Как вы могли рисовать, не знаю это. Ну, то есть, все заплатили, опровержение дали, напечатать там надо было им. С этим можно бороться. Но для этого надо бороться. А он отвечает за свои слова. Вы понимаете? Отвечать-то он отвечает, да неохота отвечать. Что с ними было здесь? Как они на суде? А в это время еще приехали к нам в лагерь комиссии из ГТРК, из Краевого законодательного собрания. Петренко, главный коммунист, вдохновитель был. И там другие тут. Ну, комиссии, 15 комиссий за лето только в мой детский лагерь приехали-то. И они еще только не прилили. И поставили фильм. Фильм вместо ГТРК алтайское. Там Лавриненко Сергей Николаевич. Я подал в суд. Что с ним было? Вы посмотрели. Они как с ума подсходили. Они не знали, куда прятаться. Это Господь так сделал. А писал главные статьи. Лапкина прихлопнули статья в заголовок. Наконец-то власти разобрались в московском комсомольстве. Писал Самольцев. Я подал в суд. Три процесса прошло. Я все их, конечно, выиграл. А тут начался разгром. Который писали, их всех уволили. Самольцев писал, нашли убитым. Который, главное, затеял. У него инсульт, он сразу умер. Ну, то есть, полный разгром. Краевая прокуратура. У меня близко знакомый прокурор был Параскун Юрий Педорович. Генерал-малинпинант. И он говорит, а что это такое делается-то? Я говорю, ну не я же это делаю-то. Они вылезли. Я за себя не заступаюсь. Отдайте мне. Мне мщение. Я вас дам, говорит Господь. Господь ставит на место все. И поэтому в любом вопросе мы должны доверяться Богу. Я как будто не по теме вам отвечаю. Я просто хочу показать. Не залазить никуда за эту грань. Вот святые. И когда мы судились. Ну, они говорят. Судья-то видит, что у них не сходится. И говорит, вы сказали, Лапкин разбудил ваших ребятишек. А вы говорите, что в это время он был в Барнавуле. Другой-то говорит. Числа. Как он мог там быть? Ваша честь. Так он же вездесущий. На меня. Я вездесущий. Они даты перепутали. А почему дети, дети? Я объясняю. В деревню нас пасут по очереди. Выгоняют. Дети выгнали. Корову за деревню. Они тайно вернулись домой. Легли спать. Я когда узнал, кто пасет. Корову-то зашли. Там, где растет пшенисток. Я поневоле пришел и в окно постучал. Так они мне вину это поставили. Но вы потравили. Вы не заплатили человеку, что потравили. Это стадо ходило-то. А они спали дома. Я что сделал-то не так? Ну, то есть. Ну, я просто попутно сказать слово вездесущие. Бог дает это. И даже он не был гиезий там. Сказать с этим гиезием Елисея. А он видел его и знал. Видел и знал. Это Бог такое дает. Божья Матерь. Понятно, что она. Как молитву считается. Мы признаем. А святые. Против канонизации. Я воюю все время. Но. Но я православный. Мое мнение я высказал. Но я молюсь каждый день всем святым. Вспоминаю примерно. Я посмотрел 77 имен каждый день. Это мученики у меня в отдельную графу идут. А отдельно святые, которые. Ну, вот. В день не меньше семи раз. Три святые и сто поклонов. Не менее семи раз. А почему? Псалом 118. 164 стих. Семикратный день. Семикратный. Да, да. То есть, я показываю, какая причина. То есть, а святые все неправильно. Ну, разве мало Христа? Христос же говорит, придите ко мне. Разве мало его божества, которым вся полнота божества телесно написана в Новом Завете. В нем вся полнота божества. Разве мало одного Бога? Нет, так не обсуждает это. Послушайте. Вас как звать-то? Роман. Роман. Это внешне так, как будто бы. Но, однако, не так. Бог мог бы сам открыть. Нет, открывает через пророков. А пророк Иеремия, ну, избранник Божий. Но пророк-то Иеремия не сам говорит, а и говорит, напиши ты, варух пишет. А мы, что, Бог не мог бы мне сюда? У меня был один такой. Вот, посмотри, дядя пришел. Ну-ка, подними-ись-ка. Вот у нас Гликерия какая, она уже скупает. Она в утром в 4.40 стояла, она молится с нами. Вот она какая. Давай. Вот. Потому что Бог это делает. Это не мы, Бог делает. А недостаточно, нет, чтобы было единение в церкви. А недостаточно, чтобы я сейчас открыл Библию и понимал. Нет. Одних избрал апостолов, других пророков, третьих учителями. Это у вас сектантское рассуждение. Как так? Я спрашиваю, вот баптиистами там, адвентисты, скажите, кто апостолы? Сколько апостолов? 12. Они не знают сколько. 83 апостола-то было. 83. Они не знают. Я открываю места Писания, Луки, глаза вот такие. Теперь считаю, Деяние апостолов, 8 глава, вот такие. Апостолы, да, а как же вы считать не умеете? 12 и 83. Это же большая разница. 83. Ну ведь, простите, перебью, в слове Божьем нет ни одного места, где бы обращались апостолы к умершим. Вот к Иоанну Крестителю, например, его ни мощи не сделали из него, ничего. Ну я знаю ваше мнение, с вашей точки зрения о мощах. Я понимаю, о чем вы говорите. Время не тратьте. Смотрите. Когда апостолы писали, говорили это дело, обстановка-то была другая. Не обстановка просто. Иоанн Креститель умер, куда ушел? Туда, куда все. Смотрите, преисподние места. Рай был закрыт. В рай вошел первый. После воскресенья апостола нет. Да и закрыт был рай-то. И в рай никого не было. И поэтому икон не было, иконы были только херувимов. Сектанты как? Не делай никакого изображения. Исход 20 глава. До 25 главы они не досчитали за 3600 лет. Когда это было... Ну там Бог повелел, а здесь-то не повелел. Здесь повеление, сделай изображение. 25 глава. Ну там Бог именно повелел. Я говорю, нет, просто. Я показываю сейчас. Когда умные такие вот, когда сектанты, они узы взгляда на истину. Это сектантство в этом. Один из них выбрали. Суббота, суббота, суббота. Иеговисты. Иегов, 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 он даже не идет никуда. А у него есть сова, вот 500 имен у Бога. Они не понимают. Я спрашиваю у бакистов, скажи, что такое душа? Ну это душа, он правильно понимает. Я говорю, а еще? Ну все. Одно. Я говорю, а их 18 значений в Библии. Православие все вмещает в себя. Иных поставил учителями. В первых, во-вторых, в третьих, в 12.28, в 1 Коринфянам. Послание к иписянам. Об этом же говорит. Я говорю, кто учителя? Они никого не могут назвать. Не называют. Ну да недостаточно нам апостолов. Не надо так рассуждать. Дух Святой трудится по сегодняшний день. Не так, что апостол умер, и Дух Святой перестал трудиться. Но вот апостол Павел сказал. Он сказал. Кто нарушит одну из заповедей всех малейших, малейшее наречется в Царстве Небесном. Нагорная проповедь. Скажите, какая малейшая? Если малейшую заповедь нарушат, он в аду будет. А как же малейшее в Царстве Небесном? Закрыто. Они не могут. Тысячелетное Царство когда началось? Они не знают. Оно будет когда-то, а оно идет. И при том все 100%, все ереси. А их сегодня 21 тысяча разных. А вот на небе... Вы знаете небо? На небе не было никого из святых. Только небо. Поэтому Херувимов сделай. Христос приходил в какой храм? В Соломонов. Да как зовут Соломонов? Вторая книга, параллельно по именам, 25 глава, говорит на выходном, что разрушил храм. После еще Барковба, когда поднял восстание, 71 год, камня на камне не осталось. Он пришел, Христос, не в Соломонов храм, а в какой? За Робавеля. Из Икииля, 41 глава, 17 стих. И в храме были иконы. Иконы внутри и снаружи. Какие иконы? Христос с иконами был. Они ничего не понимают. Притом все 100% от Мартина Лютера. Полвека. Миллионы людей. Пока сейчас подожди. Нет, дядя, я разговариваю. Вот так. А где известно? В этом стихе. И сделай изображение. Изображение икон. Икона по-гречески. Сделай изображение. Внутри и снаружи. Отнизу наверху, от пола до потолка. Вот какой храм был. В него пришел Христос и говорит, дом мой, дом в молитве. Мой. Вот они и капище иллюзское было. Ничего не понимают. Почему? Лишеный разума. Потому что отвергивший телей. Как это сказано, простите, я это, да, я слышал, я видел ролики. А вот сказано в Откровении Иоанна Богослова в Апокалипсисе. Написано, что Иисус Христос, он сейчас во свете. Он сейчас, он его описывает, он не такой, какой был по плоти. Он в прославленном теле. А на иконах его пишут уничиженным. Как вот он еще, как вот он уничижил еще в зраке раба. Апостол Павел, мы, говорит, не знаем уже Христа по плоти, как он был. А он уже во славе. Он уже, и вот многие говорят, которые евангельских церквей, христиан евангельских, говорят, я хочу молиться такому Иисусу, который, как в Откровении написано, весь он другой, совершенно другой. Не такой, как был. Он новое дело получил, воскресший. Его же даже апостолы, как он менялся там, у него другое дело, новое. Так, у вас вопрос или вы учить хотите? Вопрос, вопрос. Ну, вопрос задали, вопрос коротко задается, а ответ дается он пространный. Так что умеете выслушать? Смотрите, вот мы говорим такое-то, но мы это должны помнить. У нас в фотографии маленький ребенок, это я был такой маленький. Мы показываем, вот я в школе учусь. Любого показывают, вот он студентом был. Так и здесь. Главное, что взирайте на начальника совершителя веры. Павел пишет, 12.2 послание к евреям. Какого? Который претерпел, мы должны его вспомнить того. Дальше. Все. Кровь Иисуса Христа защищает от всякого греха. Где? На кресте. Что так креста боятся-то? Крест изображается. Я спрашиваю. И явится на небе знамение Сына Человеческого. Какое? И вот даже Осипов начинает вилять, крутить. Почему? Он отдает предпочтение своему мизерному уму. Называем мудрыми обезумели. Святые Ации... Ну а как же молитвы? Вот молитвы целые... Я не закончил предложение. Вы передавайте меня. Простите, простите. Я думал, вы закончили. Простите. Я не закончил. Я тоже, видите, у меня даже голос еще на точку не пошел, на интонацию. Так вот, определенно. Крест Христов, говорит, явится на небе. А зачем? Златоуст говорит, три причины явятся. Учитель – это Златоуст. А святые Ации – это не апостолы. Они, мы говорим, в первом веке он был такой-то, Игнатий Богоносец, епископ Антиохии, у него шесть посланий осталось. У сектантов ничего этого нет, они сироты. И бросили его львам, в Рим отвели, львы его растерзали. Поликав, Смирский, Линей Леонский, Григорий Низкий, Назиан Зин, Сеофем Серин, там, Серафим Сороский. У сектантов ничего этого нет. Они начинают все от момента, когда восстали против Бога. Ну, нарушение, зачем тебе придумывать, когда уже все истолковано? Велосипед-то изобретать не надо. Притом, толкование Иоанна Златоуста – это лучший из проповедников за всю мировую историю. А я насчитывал 12 томов, симфонию составлял, ну, говорю, что как есть. И тем более я у сектантов 55 лет тружусь. То есть, я знаю, сравнить даже не приходится. А настолько это разница. Там все приземленное. Вот эти песнопения поют и называют псалмы. И Агропавил говорит, если радость, и поете псалмы, запятая, и дальше перечисляют песнопения, и духовные песни. Он делает различие. Вы почему не делаете? Дом молитвы – это там, где жертву приносят. А не молитвенный дом. Дом молитвы вообще различия нет. То есть, вы же кое-что уже слышали от сектантов. А они на небе. Правильно, на небе. А на небе по образу небесного. Двери открыты. Теперь как? Дух идет к Богу. Секретарь прямо говорит. А слышат ли они? Слышат и знают. Я говорю. Откровение 6-9. А недостаточно ли одного? Церковь так не рассуждает. А что, недостаточно было верить и без Христа? Недостаточно. Мы должны быть абсолютно уверены, что церковь создана Христом. У сектантов от церкви понятия никакого нет. А церковь – это невеста его. Они не невеста. Церковь – это тело Христов. В 1.18 в Колоссяном послании говорят, они этого не знают. За главу ухватились, а Христа без церкви вы не знаете. Его надо знать из церкви. Ясную церковь. Врата Ада не одолеют. Какие врата Ада? Врата Ада? А где врата Ада? Не знают. А кто это? Еретики? Это безбожники, которые против церкви воюют. Она будет стоять. Сегодня нападок очень много на церковь-то. Но вот у нас сколько только у меня через эти, через ролики, сколько пришло в этом году сектантов церковь. Они пришли, говорят, мы вот вышли там, сейчас в церковь ходим, сейчас еще 5 человек оттуда ушло. 2000 человек там он пишет, возвращение домой. Люди видят, там не сходятся, там толкование одно другому противоречит, из сектантов. А у нас четко. Вот у меня трехтомник вышел, толкование блаженного Пепелакта. Противоречий ни одного нету. Вся Библия должна в совокупности браться. Они один стих вырвал их. А вот он сказал так, сказал. Почему? Надо 4 вопроса задать. Кто сказал? Когда? Кому? С какой целью? Здесь ни одного вопроса не задают. А понимал ли то, как ты? Нет. Если вы понимаете по-другому, не как церковь, а он обещал во все дни до скончания церкви быть, а другой церкви не было, то это была не церковь. А значит и Христос, и Христос. Вы понимаете, за этими словами бездна. Я называю Доптиста беседом. Я вас-то не знаю. Скажите, вы понимаете так. Вот взял любой, нерукоположенный, хлеб в магазине купил, приломил, дал и ест. Что он ест? Хлеб. А Господь приломил, подал и говорит, тело мое. Но это только воспоминания. Не это так воспоминания. Главное, тело мое и кровь моя. А почему? Говорит, кто недостойно причащается, виновен против тела и крови. Это не в эпивохе где-то, а именно в причастии только. У них нет этого. А таинства нету и нет жизни. Нет жизни. Вот какое дело-то. И поэтому вы задали вопрос и сразу скажите, а святые как понимали? Не я понимаю. Мне стекло... У вас, например, молитвы, простите, вот, а молитвы, вот, например, целый существует Акафис, там, Кресту, например. Радуйся, Крест такой-то, радуйся, Крест такой-то, Кресту твоему поклоняйся, поклоняйся. Ведь Господу Богу твоему поклоняйся, одному служи. Ходят иконам в храмах, ходят иконам поклоняются. Так вы не вопрос задаете. Вы вопрос не задаете. Вы стараетесь переломить. Нет, нет, я вопрос задаю. Я вопрос... Почему иконы? Я вам ответил. Нет, нет, про Крест. Вот Кресту поклоняйся, там, такой-то Крест, радуйся, Крест. Вы не вопрос задаете, вы учите. Вы скажите, а почему... Я задаю, показываю как. Почему поклоняйся Кресту? Вот вопрос, все. А вы дальше продолжаете. Вы учите, настойчиво стараетесь вдолбить свое заблуждение. Не надо это делать. Нет, 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 Игнатий Тихонович, правда, нет. Ну, я вот от сердца говорю, нет. Я вот перечисляю. Ладно, не так. Простите. Вы определенно скажите, почему поклоняйся Кресту? Почему его считают за святым? Крест святой? Вопрос кончился. Вопрос задавать, это предложение одно. А вы нет. Вы говорите много, и это не вопрос. Это опровержение того, что уже делается. Вы просто не хотите сознаться. Так, смотрите. Все Ветхозаветное было тенью будущих благ. Считали? Да. Так, теперь, ну, если не знаете, я гляжу, задумались, я буду назвать местописание. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 6-й, 11-й стих. Если вы бы записывали сейчас, вам бы было легче тогда. И Павел перечисляет... Есть, я потом пересмотрю, найду, посмотрю. Павел перечисляет неположительных героев, как обычно, послание к евреям, 11-й главе, там всех перечисляет. А здесь отрицательных. Отрицательных. И берет их к себе на пользу. И перечисляет все сии, и которые непокорны были, умерли. А потом, говорит, это были образы для нас, достигших последних времен, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. И в один день Господь погубил 23 тысячи. Это мы так рассуждаем, а вот Бог как рассуждает. Я говорю, великое ли дело плод сорвать? И дала мужу. Больше 100 миллиардов умерло. Вздрогните от этой цифры. Теперь смотрите. Я открываю первую книгу царств. И говорится, что когда Ковщек был пленен, а потом возвращался, жители были на поле. Так, возьми-ка ее. Смотрите. И жители Бевсомиса увидели, как те лица, запряженные в колесницу, везут Ковщек. Пока ничего еще нет. Они убирают урожай, жнут. И в это время кто-то, видимо, сказал, это Ковщек, который скрывается там, освятает святых-то. Давайте посмотрим, что там есть. Никто не знает. Это тайна была. Ну и подошли, посмотрели. Не плевали, не хулили, вот как иконы хулят, плюют там на иконы, на Божью Матерь. Они ничего не делали там. Они посмотрели и дальше, говорят, и не порадовались. И Бог убил, Бог, любовь имя, убил 50 тысяч и 70 человек. Даже в Сталинградскую битву 50 тысяч в один день не убивали. Даже на Курской дуге 50 тысяч не убили. Так вот, смотрите. 50 тысяч и 70. Точная статистика. А за что вопрос? Вы не можете задавать вопрос. Вы просто не знаете или обходите. Они ничего не делали. Не хулили, не пинали, не плевали, не грязью поливали. А почему? Потому что надо разобрать, а что означает Ковщек? Почему? А что там лежало? Лежали и скрижали. А скрижали что такое? Это слово Бога живого. А, вот что. Это прообраз Христа. Христа. Потому что Христос есть слово. Слово было у Бога, слово было Бог. Дальше. Христос где был? В Ощеве Матери. Ковщек это Божья Матерь. Это прообраз. Все прообраз. Каждая кодильница, нитка какая была у священника. Кровь животом на кровь Христа. Жертвенник указывал на крест Христов, на который его положили. Понимаете? И когда жертвенник освящали, написано, всякий, кто прикоснется к нему, освящен. Обыкновенный жертвенник кровью ягнячей, похрапленной. Что говорить о том жертвеннике, который окроплен кровью божественного агнца? Они не понимают ничего с сектантами, когда говорят. Крест. Так что вы обратились как к одушевленному? Вы не знаете. А ты пойди и скажи. Перекладина. Перекладина. В другом месте говорят. Пойди и скажи жертвеннику. Жертвеннику. Не людям стоящим вокруг. Жертвеннику. А жертвенник это крест. Вы понимаете? Не рассуждайте так легкомысленно. То, что я вам говорю, вы не на каждом шагу услышите. И говорит. Скажи жертвеннику. И жертвенник рассыпался и пепел рассыпался. Вот что-то на этом жертвеннике потом восстановят. Будут приносить кости, пережигать этих ленинцев, коммунистов, всех фашистов. Вот что как было. Если это было образы для нас, мы должны все задуматься. А вот иконы. А почему же в новом, в Ветхом Завете икон-то ведь не было. Иконы были. Но были то, тех существ, которые на небе. Херубимов сделает. Над крышкой как будут сходиться крылья. И как они спиной к народу будут. И туда нельзя никому входить раз в год. Просвященнику только. Мы поняли. А почему не святые? Святые шли в преисподние места. Яков говорит. С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Яков. К сыну Иосифу. Печаль. Преисподняя. А когда подняты на небо. Сделай все, как видел на небе. Теперь по небесному. Святые на небе. Господь сказал. Со мной в раю. И праведники в раю. И везде говорят. А где это написано? В послании к Коринфянам, первому посланию 12.28. Мы приступили к кому? К духам праведникам. Застихшие совершенства. Приступили. Я спрашиваю. А впереди, говорит. Приступили к основателю Нового Завета. Как приступили? В молитве другого нету. Приступили. То есть я говорю. Господи, помоги мне. А как приступили к духам праведников? Я сектантов спрашиваю. Они не с вами как лично-то. Как? В молитве? В молитве по-другому никак. К Новому Иерусалиму. Где Новый Иерусалим? На небе. Как приступили? В молитве. То есть молитва ко святым с первого дня была. Я православный. Мне легко рассуждать, потому что я каждый день им молюсь. А молились святые? Всегда молились. Это ведь по-другому не было. А они живые. Поэтому, допустим, сектанты отрицают. На небе души. А души нету. А души нету. Так я говорю, а как же? Сходил в преисподние места. Проповедовал. Мы читаем первое послание Петра. 4-6. Они сходили. Души-то есть. Нет души. Я говорю, да хватит сходили. И ада нету. Вспомнишь Воланда, когда он разговаривает, там сидит. И говорит. И что? И Бога нету. Он говорит, нету. И дьявола нету. И надо же, ничего нету. Не дьявола никого. Там Балисашвили играет. Отлично. Он Воланда это показывает. Ничего нету. Все есть, дорогой мой. Так что, Роман, если хочешь что-то знать, обращайся к православным, в которых есть все. Толкование на весь Новый Завет. Вы посмотрите. Вот любой стих задал, сидят сектанты. А ты как понимаешь? Ты как? А зачем это нужно? Зачем мне изобретать гайку и болт, когда изобретены они? Так это если бы только гайкой заканчивалось, а это заканчивается всем крушением. Зачем бреются? Определенно ответь. Зачем вы бреетесь? Зачем скоблишься? Когда Бог сотворил мужчину, это знак власти. И над женщиной. Подкаблучники. Что жена скажет, то и делайте. Она за мужем, за мужем, за мужем, за мужем должна стоять. Жена доучится в безмолвии. Учить жене не позволяю. Да какое разница? Это в Новом Завете. Это сектанты никогда не знают. Она без платка выходит. Головной убор. Чтобы ни одной волосинки не было. Вы посмотрите на нашем сайте. Они добиться этого не могут. Но к нам приехали в Потеряевку. Когда приехал сегодняшний митрополит Сергий. Ну и с ним там взяли хористы. Молодые девчата учатся в регенском классе. Семинаристы. Они сразу у нас все пояса надели. Девушки два платка. Все выше. Их не отличишь где-то. Почему? Потому что это так было. Посмотри на изображение Божьей Матери. Картины Поленова. Я буду называть Сурикова. Там Репина. И везде показано. Все с поясами. Вы посмотрите. Есть у вас пояс. А зачем он? Он напоминает об истине. Припаящись истинную. А не расхлюстанную. Вот почему они галстук носят все? Зачем галстук? Это аксессуар 21-20 века. Это масонский знак. Масонский. Я иду однажды на занятия. Я 18 лет в ГТУ тут вел занятия. Я говорю, давайте сейчас будем спрашивать. Идут люди в галстуке. Зачем? А помните, как Шариков показывает собачье сердце? Красиво. Красиво. Что красиво-то? Это он не греет ничего. Это удавка. Он там был этот музычка. Он за галстук прокурора таскал. Ну, Сашка Белый. На Украине-то где? Вот так. А идет мужчина. Видно преподавателя. Галстук вот выносит. Извините, скажите, зачем? Ну, так принято. Ну, кто его принял-то? Ну, а если вы без галстука выйдете, вас уже не примут. Сталин галстук это не носил. А Гитлер носил. И вот все эти показы. Сектанты поют. И одеяния уже всякое делают. Как рукава такие широкие. Отдельно. И поют. А сами в галстуке. Зачем галстук? Зачем бреешься? Когда, я говорю, Христос был с бородой. Это все говорят сектанты. Да. А пророки? Да. Ну, пророка Давыда, когда слугам полбороды обрили, он их не запустил в город Иерусалим, пока не отрастут бороды. И живите в проклятом Ерехоне. Город проклятия. Так это земной Иерусалим, это были образы для нас. И написано, они были обесчащены очень. А когда у Якова дочь изнасиловала ледину, она была только обесчащена. Изнасилование обесчащена. А ты каждый день себе очень обесчащиваешь. Зачем ты делаешь? Я говорю, апостолы были с бородами. Ну, словарь Нюстрима Эрика, посмотрите. Сектанты выпустили. Все с бородами. А где они брали образ? Ну, так принято, вот как было. Чего придираться-то к этому? Ну, с бородами. Ну, ты посмотри, вот у нас Попов или Хошимин, там три волосинки. Или Щаплин выступает где-то. А Макаров, адмирал, какая у него борода. Ну, посмотрите дальше. Александр Третий. Николай Второй. Да я беру кого. Лев Толстой сидит какой. Некрасов. Ну, просто посмотрите. Достоевский. А и Ленин сидит. Ладно, то образы. Ленин. Стою из борьбы за освобождение рубочного класса. Семь человек. Посередки Владимир Ульянов. Старший из них. Тридцать пять. Все до одного с бородами. Все до одного. Дальше. Илья Николаевич, его отец. Его друзья сидят. Все с бородами. Давно ли это было? Фидель Кастров приезжал и целовался с Брежневым, там, с бородой. Борода не мешает. Она показывает, ты мужчина. Вот вы услышали? Разбейте бриту, выбросьте. Хватит вас на это, нет? На одно дело. И тогда уже мозги начнут просветляться. Решительно надо порвать. А не так, что я когда-то, ну, курю пять папирос, сегодня полпапироски. Нет. Выбрось, покайся и больше не прикасывайся. А я бросил. Я говорю, когда? Ну, недавно, неделю назад. Я подберешь еще пять раз. Три года пройдет, это только становление организма будет. Три года. Поэтому у нас как крещение мы готовим от трех до пяти лет. Пятьсот часов человеком занимается. А сегодня пять минут и деньги, деньги. У нас деньги рубля не получается, не появляется нигде. Ни за что. Святая Десятина все погашает. А Десятина большее установление. Так это в Ветхом Завете. Ну, правильно, в Ветхом Завете. А кто его отменял-то? Там отношение с Богом. И Бог говорит, вы не платите Десятину, меня обкрадывайте. Это Таус объясняет. Тебя кто сотворил? Бог. Глаза, руки, ноги. Кто дал? Бог. Пища перерабатывается. Кто? Бог. Пищу кто дал? Землю, воздух, солнце. Кто дал? Бог. Ну, поделись с ним. Ну, Десятину-то отдай. Бог говорит, меня обкрадывайте. Он говорит, меня обкрадывайте. Она ему принадлежит. Он нам предложил ее, чтобы мы научились творить милостыни. А Бог мог бы сделать, чтобы не песок шевелился в ручье, а золото? Мог бы. Тогда на ком бы ты показал свое милосердие? Вот Бог так и делает, что нищие были и будут. Моль, ржавчина, воры будут и будут нищие. Надо войти в эту категорию священного писания мыслить. Скажите, такой вопрос еще. Может ли рожденный свыше уйти, например, от Бога в грехи, например, на года три? На лет пять, например. Написано, многие потерпели короблогрешение в вере. В вере. Обновиться покаянием потом как? Понимаете как? Есть такое место, говорит. Нет, не сможешь обновлять покаяние. Вот это. Ианн пишет об этом, и Павел пишет об этом, послание к евреям говорит, нет покаяния, но некое страшное ожидание огня готово пожать противников. Когда они ругаются, то есть покаяние, он кается, но поверхностно, нет покаяния. Нет, прямо написано, нет покаяния, но ожидание суда Божия только. Бывают такие, да. А сколько ты... Уже на таких людях все? Нет, сколько раз спал, говорит, Златоуст говорит, столько раз и вставай. Но это я тебе говорю не для того, чтобы ты продолжал грешить, а чтобы ты возненавидел грех. Долготерпение Божие не вечным, духу моему быть пренебрегаемым. Прямо Бог говорит. Не вечно. И поэтому в житиях святых написано так. Один там был, Ефродисий, и он впадал в блуд. Как говорится, смертный грех считают. И вот опять проходит время, послали в город и опять соблудил. И притом за водой пошел у колосса-бобенка уже согрешил. Да какие же они были-то? Но он плачет, молится и вдруг слышит голос. Сколько ты раз обещал Богу? И он смеется над Богом, и ты прощаешь ему все это. Вспомните, адвокат дьявола, когда он там, фильм такой-то. А в это время благостный голос. И он уже принят. Он посмотрел, он уже мертвый стоит. Он на молитве последнее покаяние принес. А он один раз согрешил. И 30 лет каялся. Лежал на хворосте, не заходил даже. Ну это и на юге было. И плакал так, что проходить мимо, говорит, всех на колени ставил. От молитвы своей. Вот как люди молились и каялись. Как у Ефрема Сирина, борозды под глазами были. А что, так еще до обращения он там. Павел говорит, я не достоин называться апостолом, я гнал в церковь. А сегодня так. Только сегодня обратился уже в дамки. Павел говорит, не скоро, руку полагать, скоро приходящих. Дабы не подверглись осуждению вместе с дьяволом. Никому не понятно, от чего дьявол пал. А Иоанн Златоус говорит, вот этот один стих во Святой Библии показывает от гордости. Только обратился. Сейчас ставит его. 17-20 лет священник. 6-й Силенский собор, 14-15 правила говорит, не раньше 30 лет, ибо и Христос вышел 30-летний. Сегодня это все извращено. Я вот сделал работу это, я три года над этим трудился. У нас 989 правил с декретариями Ювеналия Старшего. Действующие 719. Из них 413 правил ежедневно, умышленно, торговля в храме, там все. Умышленно 57%. Как это может быть? Мы долго стояли, размышляли, пока не была оборозована община от русско-православной зарубежной церкви. У нас ни одного правила, мы мыши нигде не нарушаем. Нигде. Подготавливаем людей. Все. Это большой, огромный труд. Это ежедневный, с каждым человеком. Понимаете, вот она ходит на занятия. Мы с ней как-то встретились, она не ходит. Почему? Да я болела. А потом на меня, а вы-то тоже хороший гусь. Я говорю, а что я не так делал? А почему вы не учили людей, чтобы голосовали за Ельцина? Да мы не голосуем, я говорю. Эх вы, какие же вы верующие-то. Там коммунисты лезут. Ну, за Бориса Николаевича не голосуют. Он сказал, голову на рельсы положат, если не выполнит. А потом встретились года через два, она вот такая вот, говорит. Я готова себе руки отрубить. За кого я голосовать ходила, еще вас подбивала, простите меня. А мы ни за кого не голосуем. Мы только молимся. Говорит, молитесь за старей начальствующих. И мы за него молились. И за этого молимся. И за Дональда каждый день молимся. За Эрдогена в Турции. За Омана Тулеева, за Рамзана Кадырова. Мы каждый день молимся. Господи, сохрани их от покаяния. Открой им истину. А то стоит там, президент, свечки зажигает. А верит ли он в Бога. А дальше идет. Семисвечник стоит, в синагоге зажигает. А каноническое правило говорит, что он отлучен, сразу будет. Если он ходит и зажигает там, или участвует с ними. Правило каноническое. Я православный, говорит, и тут без дураков. Я начальник детского лагеря, 45 лет. Привожу детей. У нас там молоко, там все есть. А я не могу дать, пост идет. Мне пост этот, ой, как стоит. Но я православный, мы ни разу его не нарушили. Не положено растительное масло, мы его не берем. Так. Ой, как удивительно все у тебя. Такой вопрос еще, Геннадий Тихонович. Насчет того, насчет власти священника прощать грехи. Ведь вот в Новом Завете нигде ни один из апостолов не прощал никому грехи, свою власть. Не было такого. Ведь вот когда Симон Волк покаялся, он колдун этот, который волховал, он говорит, молись Богу, может быть простится тебе грех твой. Он говорит, молись Богу, не иди ко мне на исповедь, исповедуйся, а молись Богу, может быть простится тебе грех твой. Нигде там нет того, чтобы, например, там апостолы прощали, разрешали. Да тем более, как ты можешь знать, кается человек или нет, искренне или нет. Вопрос понятный. Вы уже опять, вы начинаете толковать, вы вопросы не задаете. Вы задали вопрос, может ли человек прощать грехи, как сообщение. Одно предложение, но вы именно давите и переворачиваете. Вы с сектантами уже встречались не раз. Вы не обманывайте меня. Апостол Павел говорит, все испытывайте, доброго чтения. Вот, мы сейчас это разберем. Вот это мы обратились, я знаю. У вас Библия далеко? Что? Библия далеко у вас? У меня здесь, к сожалению, я у друга, нет Библии здесь. Ну, если я вам буду называть местописание, вы простите. Если вы мне позволите потом еще вам набрать Библию. Нет, нет, пока нет. Не чаще, как один раз в месяц. Слушайте, внимательно. Хорошо, все, понял. Ну, у вас ручка-то есть записать? Ручка есть? Нет, нет, ручки нет. Вы скажите, я запомню, я потом пересмотрю. У меня интернет-то есть, я пересмотрю потом. Это через 10 дней примерно, через 10 дней только будет. Потому что мне надо отсылать куда-то. А, колик будет через 10 дней, да? Администрация занимается этим. Хорошо. Так, вот слушайте. Я буду считать вам. Сейчас увидим мыться ему. Татьяне Кузнеевичем. Да, с Богом. Ну, там потушите свет даже. Так, слушайте внимательно. В тот же первый день. Это Евангелие от Иоанна, 20 глава. Вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев. Пришел Иисус и встал посреди и говорит им, мир вам. Вы в это верите? Верю. Сказав это, он показал им руки, ноги и ребра свои. И ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус сказал им вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Вы в это верите? Верю. А вы верите, что они приняли Духа Святого, когда он дунул? Да. А почему, говорит, ждите, когда сойдет Дух Святой? И они ждали 50, если не шевелились, никому ничего не говорили. Вот и все. Вот это тоже вопрос у меня такой, да, был. А теперь ответ-то рядом. 23 стих. Примите Духа Святого. Кому простите грехи, не я прощу, вы простите. Тому простятся на небе. На ком оставите вы на земле, на том останутся. Вы это не считали? Читал. Вы согласны, верите этому? Ну, здесь видите... Не-не-не-не-не-не-не-не. Вы везде отвечали положительно. А вот в стихе начинаете, ну и другое, без лукавства. Да-да-да. Вы сказали, верю, верю, верю. Я считаю, 23 стих вы сразу замыщали, не годится. Верите? Да. Вот, слава тебе Господи. Перекретить-то можете? Совершить крестное знамение? На Бога. Вот так. Так, все, верьте. И поэтому эта власть, данная им от Бога. А почему только здесь принять? А потому что им еще надо было ждать 10 дней. А за 10 дней кто-то мог умереть. И кому-то нужно было дать отпущение грехов. И на большее он не дал власти. Ни на проповедь, ни на что. А в день 50-й, если он дал знание языков, проповедь, смелость, они 10 дней сидели закрыты за дверями. Вот почему. Он дал определенную власть прощать грехи. Все. Да, 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 да. Ну вот есть, видите, я разбирал эти места, там другое, люди по-другому объясняли, что это власть церкви дана. Роман, не надо никаких людей. Мы рассуждаем по Библии. Простите проститься. Хотите узнать власть, считайте 8 главу Деяния апостолов. Идет Филипп. Я говорю баптистам, а кто Филипп? Ну, апостол. Да не апостол. Апостолы написано в Иерусалиме остались. Они не считают. Это Филипп из семи диаконов. А диакон и епископ, это большое разница. Ну, диакон, допустим, младший лейтенант. А епископ, это генерал-майор, генерал-архиепископ, генерал-лейтенант. Если там митрополит, генерал-полковник, а патриарх, это маршал. В этом порядке они при императоре расстанавливались. Ельцин одно время так их думе там начал рассаживать где-то. Так вот, мы должны мыслить критериями священного писания. Они пришли, туда проповедовал Филипп, люди обратились, уверовали во Христа. Все? Ну, да. А сектанты они Библию не знают совсем. Я говорю, а считайте дальше. И в это время апостолы в Иерусалиме услышали об этом, что в Самаре люди обратились. А как они услышали? Ну, кто-то пришел, радио не было, телефон еще не работал мобильный, Мартин Купер не изобрел его. И дальше, а дальше начинается удивительное дело. Они не стиктанты, а апостолы. И они сразу командировали двух людей туда, Петра и Иоанна. Это верховные апостолы считались. Зачем послали? А затем, что через их руки Дух Святой сходит. Когда пришли, спросили, вы приняли Дух Святого? А они говорят, а мы не знаем даже. Вот и все. А мог Филипп Диакон сделать? Не мог. Он никого не может рукоположить. А здесь они пришли и помолились. И тогда сошел Дух Святой. Сектанты вообще слепые, они не видят. Потому что 8 глава 4 стих говорит, а рассеявшиеся ходили и благовествовали. Все, жены и дети, православные этого не знают. Никто не проповедует. Не успею, ничего страшного. Молодец. Да, да. Игнатий Николаевич, ну все-таки вот когда Волк, когда Симон принес деньги, ему апостол говорит, покайся и может быть простит тебе Бог твое согрешение. Он говорит, не на исповедь ко мне, а Богу молись. Может быть простится тебе, помысел сердца твоего. Но вы знаете, чем это окончилось? Это было лукавство. Он уже видел, как обманывает людей. И он прибег к этому. Вы маленько-то рассуждайте. Вот об этом грехе и не молиться. Ты к кому солгал? Ты к волшебникам пришел или к кому? Ты за деньги, этот грех купить за деньги рукоположение или причастие Симония, от его имени называется-то. Симония, это смертный грех. И поэтому я тут не властен. Не властен. Это грех настолько тяжек, что на него права у меня нет. Ты против Бога согрешил. Там написано в Библии так, если человек согрешит против человека, да будут на нем молитвенники молиться. А если согрешит против Бога, кто будет ходатаем? Кто? Я не имею власти этой никакой. Ты против Бога согрешил. Поэтому проси у Бога прощения. Простить священник не имеет власти. У него нет этого. А я вчера Бога хулил. Он не может простить. Я не властен. Вот у меня, я наказываю детей в лагере. Там за всякие прегрешения. Физически. Не отвлекайтесь. Ну вот приехала одна мать с сыном. Ну она привезла группу детей там, кажется, в Стобольск. И ее сын, мать, оскорбил и обругал. А ему там лет 11. Когда стали молиться, я за все наказываю. Здесь я опустил руки. Я не могу наказать его. Он повинен смерти. Проклят злословище отца. И мать смерти умрет. Я руки не поднял на него. Он матерится. Я его крапивой прожгу. Он больше не матерится. И прокуратура исследовали. Наказание какое? Там чисто символически. Бывает там хлопну там по голенищу. А другому, чтобы слюнями покажешься слезы. И он больше никогда. С ним вместе помолимся. Здесь я не могу ничего сделать. Поэтому я вас отчисляю из лагеря. Сейчас в деревне ночуете. Почему? Он повинен смерти. Я наказать не наказал. Без лагерь может погибнуть. Но вы нагнетаете обстановку. Кто-то скажет. Не надо меня учить. У меня опыт 45 лет. У тебя ни одного дня. У меня тысячи детей прошли без помощи государства. Я знаю, что ответить. Я должен напоить, накормить, сохранить. Сделать интересно. И научить его. И что делать? А он-то стоит рядом, слушает. Мать, и что я должен делать? Я не знаю. Первым делом выйти за стан лагерь. За ограду. А там будем рассуждать. Каждые секунды это промедление. Это смерть. Смерть. Потому что среди вас находится нечестивый. И Бог убьет сразу всех. Библия говорит об этом. Это было неоднократно. А хан взял? Ну а хан-то взял сын Зары. Седьмая глава Иисуса Новината. А Бог поражать начал весь Израиль. А при чем тут все? Не знаю. Давид однажды послал великое дело счислять народ. Маршал пошел. И Аб посчитал. Он не хотел. Он заставил его. И когда вернулся. И тогда Бог заговорил с ним. Три казни тебе предлагают. Три года бегать. Или три месяца будет то-то. Или три дня язва. Но без наказания не будет. Вот выбор тебе. Это редкий случай. Когда Бог сказал. Давид за голову схватился. Что же я наделал-то. А до чего ты делал? Узнать вооруженные силы. В счет не входили дети. В счет не входили женщины. Ему нужно было знать армию. Осилит он или нет. Как Советский Союз сейчас. Как Китай нападет. Осилим или нет. Против ста дивизий Китая наша одна устоит. Забайкальская или нет. И Бог в кару послал. Он избирает. Лучшие в руки Божьи в паче всем человеке. И вышел ангел. И махнул. А что же махнул-то? 172 тысячи сразу умерло по стенам Иерусалима. Это ангел. Там другая война идет. Я вам это не случайно говорю. Понимаете? Иногда делается даже выбор. Мы рассуждаем о прощении. А можно ли простить? Я их вывел застан. И они там сидели. Мать заплакала. И он сидит. В лагере вы уже не будете. Мы сейчас постель поселим. Закроем вас застаном. Я не знаю как. Или ты сейчас упадешь у матери в ноги. И она тебя выпарит. Мать может это сделать. Согласна. Ну вот давай кайсе. Перед всем заходим в лагерь. И теперь мать с ним расправилась. И больше от него не было. Он все время меня хамил. Говорит, обзывал. Мать. Понял? У меня опыт. Я знаю лекарства на тысячи болезней. Вот таких вот с детьми. Вот вам ответ. Он сегодня, наверное, хватит уже вам. Да, да. Все. Благодарю вас. С миром Божьим. Я благодарю Бога, что вы зашли. Я тоже благодарю Бога, что пообщался с вами. С миром Божьим. Так, если когда нужно будет вам зайти, хочется что-то узнать, не ищащий один раз в месяц, если вы напишите. И дальше внизу под скайпом сначала напишите, могу ли я принять. Хорошо. У меня бывает так, вот сейчас только мы, запись шла, а вы в это время звоните раз за разом. Я не могу принять. У нас запись идет. Мы утром встаем всегда в 4.40. Только помолились. Слово Божьим почитали, я скорее сажусь. У меня в 4.40, а я там встаю в 3 часа. Это у меня полтора часа с лишним уходят только разобрать почту. Я в 14-16 часов каждый день сижу здесь. То есть, это неправильно. Все, ну, писал книги, я больше 30 тысяч провел за компьютером за 9 лет. 38 книг вышло. Ну, кому что дано. Поэтому сначала я сейчас вам скину наши ресурсы все, чтобы удобно было искать. Хорошо, хорошо. Все, отключайтесь. С Богом. Да, да, с Богом. Храни вас Бог. Храни вас Бог.